Ребятки, у нас новогодние премьерочки прямо сейчас. Я думаю, мы готовы с вами начать. С вами Вайс Татаров. Я это видел. Все как обычно. Начинаем. Итак, как я обещал, первая премьера у нас будет российская новогодняя. Называется она «Обратная связь». Если вы помните, в далеком 18, как в далеком, два года назад, была первая картина подобная. Называлась она «Громкая связь». Там была маленько другая тематика на другой праздник. Все-таки у нас Новый год, поэтому решили они снять и такой новогодний комедийный фильм. Подробности прямо сейчас. Итак, давайте начнем мы, наверное, с описания первой части, которая называлась «Громкая связь», которая вышла в 18-м году. Кстати, ребятки, посмотрите обязательно ее. Там некая компания, 7 человек, которые собираются в разных домах, местах, чтобы провести классное время. В общем, придумают для себя всякие игры, забавы и так далее. Здесь у нас Новый год, и теперь они снова собираются в одном месте, в загородном доме, как это обычно и бывает в этих фильмах, чтобы вместе встретить Новый год. Но все мы знаем, что Новый год полон всяких разных моментов, всяких поворотов. И поэтому этот Новый год, предновогодний вечер, эта ночь, будет для них полна сюрпризов и неожиданностей. Владик красит волос. Каждый седой волос — это день с молодой женой. Календарь. У меня, получается, отрывной календарь. Итак, вторая наша премьера, также российская. Жанр у нас фантастика, комедия. И на самом-то деле, когда я посмотрел на описание данного фильма и вообще, в принципе, на выход данного фильма, у меня возникло желание схватить лицо рукой. Руколицо. Встречайте, реальные пацаны против зомби. Пам-парам-пам. Друзья, Николай Наумов в роли Коляна. Да, все как обычно, по классике. Я думаю, он уже вписал историю кино, как Колян на всю жизнь вообще, на все фильмы. Итак, сюжет. Вкратце. Город Пермь. Все так же. Туда завезли какой-то некий вирус. И спустя год город уже отцеплен военными. Ученые пытаются найти антидот. Самолет туда подкидывает провизии. Но герои, как и все жители Перми, приспособились к этой новой реалии. Они обычной жизни живут, ходят в кафе, занимаются бизнесом, строят планы, рожают детей, женятся, разводятся. Короче, все как обычно. Все налаживается, пока в один из таких вот дней, необычных дней, не кусают Леру. И начинается полная жесть. Если этот вирус пойдет дальше, вы просто обязаны знать, что... Да, да, да. Не, ну а что я? Все равно люблю ее. Итак, ребятки, третья премьера. Канадская. Слава богу. Брюс Виллис. Господи, это не Крепкий Орешек, а всего лишь Бреж. Так и называется данный фильм. Бреж. 2242 год. Земля обречена. Среди 50 миллионов избранных, которые готовы улететь на новую планету, есть молодая пара, у которой должен появиться ребенок. Второй пилот космического корабля, Клей Янг, еще не знает, что ему предстоит сразиться с космическим злом, которым превратило корабль в орудие смерти. И перед этим станет легкий выбор. Собственная жизнь или спасение человечества. Или этого маленького ребенка. Или этой молодой семьи. Или там будет любовь. Или там будет какая-нибудь жесть. Ну, короче, ребятки, фильм называется «Бреж». Главные роли Брюс Виллис. Космос. Инопланетяне. Все по классике. Первый раз? Дружеский совет хочешь? Спали нахрен с моего места. Реактор на полной мощности. А еще, дорогие наши телезрители, не забывайте приобретать подарочки для своих близких. Как раз таки заранее. Потому что по одному год, ну, сами понимаете, это будет так себе сделать. Я вот приобрел уже подарочек для своих коллег. Друзья, увидимся на следующей неделе. Всем пока. С вами был Вася Татаров. Я это видел. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»